здравствуйте дорогие друзья вы смотрите завтрак в городе чей с вами я алиса страдуб сегодня приготовим сытный завтрак он будет состоять из трех компонентов это бекон жареный также мы будем использовать замороженные овощи мы их предварительно разморозили здесь обычная овощная смесь которая продается в магазине вы можете в принципе использовать любую фасоль замороженную или лобио или даже можно приготовить спаржу если вы нашли в магазине свежую далее нам потребуется одно яйцо мы приготовим глазунью то есть это такой простой набор продуктов которые найдутся у каждого в холодильнике но при этом они составляют прекрасное сочетание которое принесет вам пользу и здоровье вашему организму я разогрела сковородку и отправляю на сухую сковородку бекон бекон вот уже нарезан такими тоненькими полосочками это очень важный момент потому что бекон должен хорошенько прожариться жарится он очень быстро буквально по три минутки с каждой стороны у нас получаются такие вот такие как чипсы из мяса это очень вкусно очень сытно американцы наверное все-таки больше любят такой завтрак предпочитают но сегодня и мы себя побалуем так четыре кусочка поместилась на сковородку я думаю что этого вполне достаточно для одной порции далее вот в этой сковородке мы будем обжаривать овощи в принципе можно не добавлять никакое масло после того как мы обжарим бекон вот этот вот жир естественный он останется на сковородке и мы сможем пожарить все остальное тут же переворачиваем очень быстро он естественно уменьшается в размере бекон должен получиться хрустящим это очень важное условие его необходимо немножко посолить потому что он не соленый выкладываем на салфетку чтобы удалить лишнее масло сейчас масло просто стекает затем мы будем уже выкладывать его на тарелку со всеми оставшимися ингредиентами он должен быть вот такой вот румяно-коричневого цвета чем он темнее вкуснее естественно мы все-таки не перебарщиваем далее я обжариваю глазунью уменьшу огонь на этом же масле добавлю небольшого количества соли просто все готовится очень просто сами по себе все составляющие тоже очень простые здесь скажем вся фишка именно в сочетании маслом уже впиталась салфетку поэтому я перекладываю вот такие вот хрустящие кусочки бекона так глазунья готова мы ее точно также отправляем на тарелку я предпочитаю оставлять желток жидким так можно помыкать хлебушком обязательно присолить так и последний шаг это овощи овощи обязательно добавляю соль добавляю черный перец обжариваем на таком среднем огне сковородка уже разогрета овощи вот сейчас аромат овощей свежего горошка черного перца прекрасный аромат сильно не зажариваем сильно не переготавливаем для того чтобы горошек и фасоль не потеряли свой симпатичный зеленый цвет сейчас буквально одна минутка и мы сможем выкладывать овощи на нашу тарелку рядом с беконом и глазунью овощи готовы выкладываю на тарелку рядом с яичницей подавать можно с хлебом можно также на разогретой сковородке поджарить кусочек хлебушка чтобы он был румяным хрустящим можно просто подавать со свежим хлебом или булочкой хлеб здесь все-таки нужен на мой взгляд потому что бекон достаточно жирный мне кажется также хлеб нужен для того чтобы можно было помогать вот в этот жидкий вкусный желток я желаю вам приятного аппетита и по традиции хорошего рабочего дня